Всем привет! В данном видео хотел бы рассказать о Uniswap на примере токена Arbonomy. Сам лично с практической стороны с Uniswap познакомился в прошлом месяце, когда один из разработчиков Arbonomy добавил токен проекта на Uniswap Exchange. И после того, как самостоятельно поработал с формированием пул ликвидности, попробовал Uniswap Exchange, у меня в голове появилось пару мыслей, которые представили проект Uniswap как интересное решение для проектов не гигантов, то есть проектов, которые находятся в крипто-блокчейн-индустрии, но не являются звездами по сборам и по нахождению в пространстве криптовалютном после волны ICO 2017-2018 года с большими чеками. То есть, как понимаете, проект, который собрал 10, 20, 30, 40, ну даже, наверное, больше 100 миллионов, у них формирование ликвидности, поведение на бирже – это отдельная история. А вот другие проекты, такие проекты, как Arbonomica, которые движутся небольшими шагами, у которых идет рост от малого к великому, для таких проектов история ведь совсем другая. И мне кажется, Uniswap может быть полезен, как я хотел бы рассказать в данном видео. Для начала, у меня открыт сайт uniswap.io, и здесь на главной странице сайта можно найти короткое описание, что из себя данный проект представляет. Если уж совсем коротко, то это два умных контракта. Первый контракт называется «Фабрика», что для меня лично отдельно примечательно, потому что о механизме «Фабрики» я рассказывал в 2015-2016 году, и мы сами у себя в команде использовали такой же паттерн «Фабрики» для шаблонизации, для репликации какого-то умного контракта в транзакции к контракту «Фабрики». То есть в эфире один контракт может создавать копии другого много-много раз. Соответственно, из понимания того, что uniswap состоит из двух контрактов, первый из них называется «Фабрика», очень легко понять, что второй контракт по факту называется «Эксченч». То есть контракт, в котором происходит сам обмен эфировских ERC-20 токенов одного на другой или же эфировского токена на эфир, что до прихода эфира 2.0, наверное, все так же будет вызывать зуд у разработчиков, потому что все помнят задачу с переводом эфиров в rapid-эфир, в обернутый эфир, в стандарт ERC-20, и это немножко-немножко раздражает, наверное. Хотелось бы, чтобы эфир был таким же, как и остальные ERC-20 токены по подходу к работе с ним. Итак, Uniswap, два умных контракта и написанный фронт-энд для ДАПП, с которым может работать абсолютно каждый. Создать, соответственно, свою обменную пару на Uniswap может любой проект, от малого до великого. И в нашем случае, как я говорил, с формированием обмена эфира к токену робономики, мы попробовали Uniswap в команде. С главной страницы есть две ссылки. Первая на Uniswap Exchange, то есть как раз фронт-энд, с помощью которого вы можете создавать пул ликвидности и обменивать одни токены на другие. И есть ссылка на документацию. Еще можно очень несложно найти GitHub, Uniswap, и здесь в закрепленных репозиториях есть раздел контрактов, и можно посмотреть как раз вот наши с вами описанные ранее умозрительно два контракта Factory и Exchange. Кому интересно, можно почитать код на Вайпере, да и в принципе просто можно посмотреть код, немножко разобраться, как он устроен. Еще что должно быть интересного до того, как мы практически попробуем Uniswap в работе. Я, когда сам знакомился с проектом, читал пару статей, и из них вот хотел бы выделить вот статья на сайте MyCryptopedia. Особо не знаю этот сайт, но... В общем, здесь нашел статью, она примечательна вот таким разделом, где есть пример. Этот пример я бы очень советовал посмотреть, потому что он ключевой, наверное, с точки зрения полезности Uniswap. Uniswap, как я сказал, он позволяет формировать ликвидность для токенов в децентрализованной среде. И на примере, который в данной статье приведен, можно понять, как она формируется. Давайте тоже коротко рассматривать данный пример с моими комментариями, и попробуем себе представить, что же из себя представляет фаза инициализации обмена какого-то токена к эфиру. В данной статье я рассматриваю с примера к эфирок... Ну, кстати, очень интересно здесь... ОМГ, Пул, Basic... Не знаю, ошибка нет, но... Ну, в общем, в нашем случае эфир к Arbonomics токену. Здесь приводится любые. Возьмите три буквы и замените на них, которые вам будут удобны. Разработчик может создать пару ERC-20 токен к эфиру с помощью контракта фабрики и задать начальную ликвидность. То есть при задании ликвидности вы должны отправить на умный контракт оба токена. То есть если мы создаем пару эфир токен-рабономики, то нужно отправить и эфир, и токен-рабономики. И вот если рассматривать на данном примере, здесь при инициализации отправили 10 эфиров и 500 токенов. Вот вариативность, которую здесь указали, она довольно интересна, но лучше рассказывать вот в соседней статье, она на Medium. Посмотрите, как она выглядит. Understanding the Destrovised Ethereum Exchange на примере Uniswap. Вот здесь вот мне нравится в середине статьи вот эта схема. Ну, здесь график показывается по факту. И вот когда вы поймете этот график и свяжете его с показателем вот третьим, появляющимся от перемножения количества эфиров на количество токенов, я думаю, у вас произойдет маленькое приятное в голове феерия. Вы подумаете, о, прикольно. Ну, давайте вернемся к рассмотрению данного примера. Вот представим, что вы как разработчик создали пуф, который отправили 10 эфиров и 500 токенов. По умолчанию в Uniswap комиссия для провайдера ликвидности, обратите внимание, вот тот, кто отправляет в пул ликвидности и эфир, и одновременно токен, становится провайдером ликвидности. То есть ликвидность формируется пулом множества отправителей. И в этом есть тоже приятная составляющая децентрализации данного проекта. Здесь рассказывается о том, что ваша комиссия как провайдер ликвидности будет 0,3%. И дальше приводится пример, что это значит. К примеру, есть 10 эфиров и есть 500 токенов на контракте Exchange Uniswap. Боб отправляет один эфир. Сразу же с него забирается из этого эфира 0,3% комиссии для провайдера ликвидности. И получается, что в пул эфира добавляется один эфир минус комиссия. Получается, вот такое количество эфира становится после транзакции Боба на контракте Exchange. Но при этом, посмотрите, как интересно рассчитывается, сколько должен получить Боб в ответ токенов. И если вы посмотрите дальше, то вас приведет математика к тому, что изменится обменный курс. То есть, вы с помощью фабрики создаете новую обменную пару, добавляете сюда пул ликвидности. И каждый раз, когда кто-то не добавляет пул ликвидности, а отправляет только эфир или токены, он влияет из-за пересчета комиссии провайдеров ликвидности, он меняет курс. То есть, он создает отклонение от заданного стандартного обменного курса в одну или другую сторону. И эта особенность крайне примечательна. То есть, если вы растите количество эфира, то у вас изменяется, соответственно, курс токена в большую сторону. Если вы обмениваете токены на эфир, то, соответственно, курс изменяется, и стоимость токена падает. То есть, вот если вернуться обратно, то в начале у нас, если разделить совсем грубо 500 токенов на 10 эфиров, получается 1 к 50. А Боб отправляет 1 эфир, а получает, вот, как видите, количество. Это свойство позволяет формировать ликвидность проекта. У него есть несколько особенностей, которые уходят уже с точки зрения экономической теории в теорию хеджирования. Есть такая писанная ситуация, что провайдеры ликвидности при резком скачке интереса к продаже токена, оставаться, ну, если мы рассмотрим пару не эфир к токену, а 2 ERC 20 токенов, то при, например, опустошении по ликвидности в одну сторону, то есть, когда там, например, паника на рынке, то провайдеры ликвидности остаются со слабым токеном, он так называется, что, как понимаете, логично. Но во всех остальных ситуациях курс будет колебаться вокруг некоторого уровня, формируя выгодную цену в одну или в другую сторону для пользователей, когда, соответственно, начинается перекос. Так и держится в рамках некоторой обменного курса стоимость, и, как вот я говорю, по вот этому графику видно, он колышется по некоторой кривой. И вот на этом мы заканчиваем теоретическую часть, и давайте перейдем к практике. Как я уже говорил, я нажал на кнопку swap tokens, и у меня открылся сайт Uniswap Exchange. Сейчас у меня в MetaMask есть подготовленный для данной демонстрации аккаунт, на который я отправил пол эфира, и на нем у меня есть 300 токенов робономики. Что нужно, чтобы поменять эфир на токены робономики с помощью Uniswap Exchange? Для начала давайте посмотрим, как выглядит интерфейс, и давайте посмотрим, как добавить ликвидность в пул. Вот здесь все понятно, здесь мы можем выбрать эфир, а в разделе Select Token есть набор токенов, которые уже зарегистрированы, и по ним, наверное, я, кстати, еще до конца не разбирался сам, как здесь появляется, но базово у вас есть возможность указать любой ERC20 контракт, для этого мы переходим в Etherscan, вводим в поисковой треке, например, Robonomics, и видим вот контракт с логотипом нашего проекта, ссылкой на сайт, и посмотрите на него, заканчивается он CB7, но лучше, конечно, проверять всю длину адреса контракта. Я его копирую, возвращаюсь в данный раздел, и просто в поисковой строке добавляю, вот видите как, добавляю сюда токен, и мне сразу же показывается Exchange Rate, который сейчас у проекта, показывается размер пула, и объем в этом пуле, соответственно, моего провайдера ликвидности. Вот давайте я с нуля перейду к какому-то значению, вот как только я ввел 0.1 эфира, обратите внимание, вторая часть подставилась самостоятельно, то есть если я сейчас начну менять в обратную сторону, то количество эфиров подставляется и рассчитывается автоматически. Как вы понимаете, провайдеры ликвидности, они не могут отправить только один токен, они не могут отправить только эфир или только токены рыбономики, потому что они провайдеры ликвидности, они участники обмена, то есть они не просто хотят приобрести, они хотят положить, так скажем, на обмен и тех, и тех токенов и создать для них ликвидность. Соответственно, что нужно теперь сделать? Нужно добавить ликвидности, и как видите, мне сначала, что предлагают сделать, unlock, это то есть approve на адрес контракта. В MetaMask красиво сделали поддержку всей этой истории, так что вас не будет сильно пугать то, что выводится, вы увидите вот этого фиолетово-розового единорожку с ЛГБТ-рогом. Увидите, что здесь дальше показывается, ну, в общем, когда MetaMask показывает так, это совсем приятно, но даже если бы он показал вам более стандартную информацию, ничего страшного, все бы смогли с этим разобраться. Вот здесь интересно, можно увидеть в Permission, какое количество токенов предлагает Uniswap, сразу же сделать approve, E в 68 степени, то есть, так как, ну, типа у нас умные контракты, давайте сразу approve сделаем на много. Ну, давайте сделаем. Отправил. Теперь нужно подождать время генерации блока в сети эфириума, чтобы у нас стали доступны для депонирования токены робономики. Это займет какое-то время, кстати, в правом верхнем углу, смотрю, все. Транзакция первая с этого адреса прошла, и теперь я добавляю ликвидность. Кнопка стала активна, доступна. посмотрим, здесь ничего нам как раз вот теперь выдается просто немного страшные данные, но, я думаю, сильно не испугайтесь. снова следим за состоянием транзакции, обращаем внимание снова на значение внизу, которое рассказывает нам о ликвидности, и что произошло, только что я увидел свой размер пулу. Добавив 0,1 эфира, моя доля в пуле ликвидности составила 9,12%. Теперь у меня есть ликвидность, и что я хочу сделать? Хотел бы обратить ваше внимание на текущий курс обмена, вот Exchange Rate. 1 эфир равно 348 XRT. Давайте перейдем теперь в раздел Слоп. Здесь есть две вкладки Слоп и Сент. Обратите внимание, они в основном отличаются практически ничем, кроме того, что вы можете в Сент отправить эфир для обмена на токен, который придет сразу на другой адрес. Вот вся разница с тем, что есть на вкладке Слоп. Здесь я, давайте, например, теперь я куплю на 0,2 эфира Arbonomics токенов. Опять ввожу. Смотрите, автоматически мне подставляется количество токенов, сколько я получу за отправку 0,2 эфира. Окей, давайте сделаем это. Всплывает окно Metamask и подписываю транзакцию. Ждем. да, конечно, видите здесь сообщение. Кстати, странно, что ребята добавили черепушку, как-то все-таки this project из InBeta и рядом черепушка, но все-таки если бы написано было бы что-то вроде этот проект мертв, используйте его на свой риск. Ну, наверное. Обмен случился. Давайте посмотрим в Metamask на то. Помните, что я, что вначале я показывал сколько у меня токенов арбономики эфира, у меня было 300, я в пул ликвидности отправил 0,1 эфира плюс там 34 XRT, а сейчас приобрел XRT на 0,2 эфира и сумма больше 300. Это значит, что все, у меня списались эфиры, пришли XRT и теперь я хотел бы вернуться снова обратно в пул и смотрите, как изменился курс. Как только я выкупил некоторое количество XRT курс изменился и вот с помощью таких операций, когда мы с вами можем сначала задавать пул ликвидности, а потом пользователи уже своими операциями покупки-продажи сдвигают относительно заданного начального уровня обменного в одну или другую область формируется определенная ликвидность, определенный курс, и это становится доступно абсолютно любому пользователю, абсолютно любому создателю проекта. В общем, Uniswap неплохое решение для того, чтобы молодым проектом, собственной токеномикой пробовать себя сразу же с формированием ликвидности проекта, что, собственно, сейчас я и продемонстрировал. Пользуйтесь, пробуйте, Uniswap прикольная штука, ну и кому интересно, давайте тоже заходите в пул ликвидности и эрбономики, будут вопросы, задавайте в описании к видео. Спасибо.